Один день войны в прокат выходит фильм «Ржев». 3 декабря 2019 года, 10.54. Яна Ларина. 5 декабря в российский прокат выходит фильм «Ржев», в котором повествуется об одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В ленте показан один мартовский день 1942 года из жизни солдат и офицеров роты, удерживающей стратегически важную деревню Овсенниково. В основу сюжета легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, который был награжден медалью за отвагу во время боев под Оржевом. Ролю в картине исполнили Сергей Жарков, Александр Горбатов, Олег Гаянов, Александр Бухаров и другие. За режиссуру отвечал Игорь Копылов. «Ржевская битва» — один из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны. Бои продолжались более года, а потери с каждой стороны составили порядка миллиона человек. Однако в кинематографе эта тема освещается куда реже, чем битвы за Сталинград, Севастополь и Москву или блокады Ленинграда. Действие повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, который был награжден медалью за отвагу во время боев под Оржевом, начинается сразу после того, как рота советских солдат вошла в деревню Овсенниково. Однако небольшая победа не воодушевляет бойцов, поскольку всех волнуют существенные потери. Кинолента «Ржев» открывается своего рода предысторией к этому моменту, кадрами самой атаки. Создатели фильма хотели показать, почему солдаты считают, что деревню взяли дуриком, живым мясом протолкнулись. Однако история начинается уже после кровавой батальной сцены. В центре повествования несколько героев, среди которых нет главного. Примерно равное экранное время выделено старшему по званию уродному, Сергею Жарков, бывалому папаше, Александра Равушкин, приблатненному Костику Карцеву, Иван Батарев, а также юному Вите Сомову, Данилу Розин, и другим бойцам. Примечательно, что в фильме, как и в повести, нет ни единого женского персонажа, а потому отсутствует какая-либо романтическая линия. В перерывах между боями герои пытаются налаживать быт, собирают трофеи, от сигарет до оружия, делятся немецкими консервами в ожидании снабжения, при этом невольно вспоминая о мирной жизни. Так или иначе, личная история каждого отражается на его поведении на передовой. Например, Костик Карцев причисляет себя к рабочему классу, а тюремный жаргон, проскакивающий в его речи, объясняет тем, что жил в криминальном районе Москвы, Марийной Рощи. За счетоводом Мачихиным, Олег Гаянов, однополчане замечают привычку философствовать и даже дают ему соответствующее прозвище. Витя Самов выглядит явно моложе боевых товарищей, герой, как и многие его одноклассники, приписал себе год, чтобы успеть оказаться на фронте, пока не закончилась война. Опасности в военное время не всегда связаны с боевыми действиями. Однако если политрук, Арсений Семенов, следит за состоянием боевого духа солдат и старается отвлечь товарищей от пораженческих настроений, то у прибывшего в деревню особиста Рыкова, Григория Некрасов, другая задача. Он готов расстрелять любого за фашистскую листовку, пропуск на сторону врага. Деревню Авсенникова воссоздали на Ржевском полигоне близ Санкт-Петербурга. Срубы привезли из Новгородской области, а окопы по чертежам времен Великой Отечественной войны и строили военнослужащие. Интересно, что режиссер фильма Игорь Копылов еще в 1990-е ставил спектакль о войне, а в новой ленте смог применить собранную ранее информацию. Также создатели фильма рассказали, что многие актеры выступили с просьбой дать героям их настоящей фамилии, в память о предках и родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Они начали искать сведения через своих родных, а своих дедах их буквально привнесли в картину», отметил режиссер ленты Игорь Копылов. Особую деталь к образу своего персонажа добавил Александр Равушкин. В кадре он появился с веткой рябины, такой же, какую видел на фотографии своего деда. А Данил Розин, для которого эта роль стала дебютом в кино, во время съемок начинал день с прослушивания песен военных лет. Для россиянина играть в фильме, где война, все равно что верующему человеку играть Евангелие. «Это накладывает колоссальную ответственность», рассказал Олег Гаянов. Хотя актер много лет снимается в кино, это его первая роль в ленте о войне. Несмотря на то, что в Ржеве показаны трагические события, в целом фильм получился жизнеутверждающим. Все герои, каждый со своей историей, объединены желанием спасти Родину, неважно, кем они были до войны, интеллигент, беспризорник, вчерашний выпускник с романтизированными представлениями о жизни, уголовник, крестьянин из глухой деревни или столичный житель. При этом вслед за автором повести кинематографисты создают неоднозначные образы, которые смотрятся весьма достоверно.